МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Собери ребенка в школу. Акция от Федеральной службы судебных приставов. Все высшие и высшие военно-воздушные силы России празднуют 106 лет со дня основания. Будь здоров! Соровчане отметили День физкультурника. Далее расскажем обо всем подробно. В преддверии нового учебного года судебные приставы по всей Нижегородской области традиционно проводят акцию под названием «Собери ребенка в школу». Главная цель – помочь родителям, воспитывающим детей в одиночку, привлекая к ответственности тех, кто забыл про свой родительский долг. О том, как проходит акция и что ждет неплательщиков, в следующем репортаже. Акция «Собери ребенка в школу» действует с 1 по 31 августа. На протяжении всего месяца представители службы судебных приставов будут совершать так называемые рейды по адресам, где живут те, кто решил оставить своего ребенка и при этом даже не выплачивать алименты. Цель – самое главное – помочь мамам к 1 сентября, изыскать денежные средства для того, чтобы собрать детишек в школу, закупить им одежду, письменные принадлежности. Вот с этой целью акция у нас и проводится. Совершать такие рейды не реже трех раз в неделю, причем прийти к должнику могут в любое время – с 6 утра до 10 вечера. Сейчас в нашем городе выписано более 540 исполнительных производств. Их обладателей, помимо профилактических бесед, ждет и арест имущества. Также на место работы направляется и постановление на удержание алиментов и зарплаты, поэтому настойчиво посещать приставы будут и работодателей. В рамках этого месячника судебные приставы по алиментам будут совершать выходы в адрес организаций, у которых как раз находится на исполнении наше постановление об удержании алиментов и зарплаты с целью проверки о своевременности данных удержаний и правильности. Потому что может так случиться, что должник работает, постановление направлено, но по какой-то причине удержание не производится. Если работодатель будет способствовать должнику и укрывать его от уплаты алиментов, организацию ждет штраф от 10 тысяч рублей и выше. Причем касается это не только крупных компаний, но и индивидуальных предпринимателей. Не стоит забывать, что нерадивых родителей, которые уклоняются от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Суицид прямо на улице города. На прошлой неделе в дежурную часть поступил тревожный звонок. По словам очевидцев, возле озера Борового житель нашего города решил свести счеты с жизнью в своей машине. Для этого один конец шланга подсоединил к выхлопной трубе, второй завел в салон авто. Приехавшая на место происшествия следственная группа нашла предсмертную записку. Но, как выяснилось позже, хозяин авто просто решил подшутить над всеми, а сам спокойно загорал в это время на пляже. Чем еще запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Недальновидно на прошлой неделе поступил один из жителей нашего города. Молодой человек, видимо, решил, что раз город закрытый, то свои вещи можно оставлять где угодно, без присмотра. И теперь сотрудникам полиции придется искать его имущество сотовый телефон, пользуясь камерами наружного наблюдения на лыжной базе. Там сейчас организована площадка для занятий спортом на лыжной базе. Она находится под открытым небом. Он положил сотовый телефон на один из тренажеров и пошел заниматься спортом. Через 30 минут он обнаружил, что сотового телефона нет. Теперь следователю придется осматривать десятки гигабайт видеоматериалов в надежде увидеть лицо злоумышленника. Зато пострадавший будет внимательнее относиться к своим вещам. А вот в аварии по дороге на Серебряные ключи, в котором пострадал пассажир, виновная была найдена сразу. Ей оказалась погода. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Во время дождя это было. И совершил наезд на препятствие дерева. В итоге машина разбита, водитель не пострадал, а вот пассажиру придется провести в травматологическом отделении больницы какое-то время. Диагноз врачи поставили неутешительная черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. Проверка по этому случаю ведется, но сотрудники дорожной полиции склоняются к версии, что имело место превышение скоростного режима. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. 14 августа с 9 утра до 4 часов вечера в Старом районе города вновь перекроют движение. В связи с выполнением работ по устройству искусственной неровности лежачего полицейского, движение автомобилей будет запрещено по улице Академика Харитона от пересечения с проспекта Ленина до пересечения с улицы Победы. Для объезды рекомендуется использовать улицы Победы и Академика Сахарова. При этом движение общественного транспорта останется без изменений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Все российские вузы с 1 сентября проиндексируют студенческие стипендии на 5,9%. С таким заявлением выступила министр просвещения Ольга Васильева. Напомним, сейчас государственная академическая стипендия составляет 1484 рубля. Ее получают ребята, которые обучаются в научном бюджетном отделении и закончили прошлый семестр на хорошо и отлично без хвостов. Кроме того, за отличные успехи в учебе студенты также могут получать президентские или правительственные стипендии. Школа информатики «Вектор Плюс Плюс» переедет на новое место. Недавно на официальной страничке «Вектора ВКонтакте» появилась информация о том, что долгие годы служившее домом здание на улице юности уже с трудом вмещает в себя всех ребят. Поэтому в руководстве школы приняли решение переехать в новое, более просторное помещение. Выбор остановился на жилом комплексе «Саровская ривьера» в районе Поймарики «Сатис». «Вектор Плюс Плюс» займет цокольный этаж одного из новых домов. Саровские хоккеисты завоевали серебро пресс-сезонки. На днях в Пинде завершился Кубок Дизеля, который по традиции проходит перед самым началом регулярного чемпионата в высшей хоккейной лиге. Обладатели этого престижного трофея определяют по очкам. В этом году Кубок Дизеля достался казанскому «Барсу». Наши хоккеисты, одолев в последнем поединке хозяев турнира, расположились на второй строчке. Они набрали такое же количество очков, что и «Барс», но уступили казанцам в личной встрече. История военно-воздушных сил России началась еще в 1912 году, с момента образования Императорского воздушного флота. Тогда главной функцией тех, кто шел служить в эти вооруженные силы, была разведка. Сегодня военная авиация выполняет широкий спектр задач, среди которых охрана государственной границы в воздушном пространстве, десантирование и перевозка войск, вооружение и военной техники и многие другие. 12 августа в России отметили День ВВС. «Небо» уже стало частью жизни Данила Шумленко. Хотя, будучи мальчишкой, он не думал, что авиация будет его профессией. Но когда после окончания школы выбирал вуз, решил пойти по стопам старшего брата Владимира, который уже учился в Воронежской военно-воздушной академии. Он рассказывал в основном об учебе, о службе, о всех тяготах, лишениях военной службы. Я к нему прислушивался, делал какие-то свои выводы и уже тогда для себя решал, поступлю я туда или нет. Данил, как и старший брат, выбрал не просто авиацию, а военную. И хотя сам он не будет упорвали самолетом, но военно-техническая часть воздушного судна – это его зона ответственности. По окончании военного вуза Данил будет инженером авиационного вооружения. «Само собой, дальше будет сложнее, но опять же интереснее. То есть начинается специальность, уже вот это погружение, взлеты начинаются, стажировки, практики». Образцом выполнения воинского долга для обоих братьев стал отец, который прослужил во внутренних войсках более 20 лет. Когда-то Александр тоже мечтал о небе, самолетах и хотел стать летчиком. Но жизнь распорядилась иначе. «Ну не получилось, были различные там курьезы. В то время родители за меня переживали, меня отпускали. А здесь мы решили и просто помогли». Поддержка родителей в выборе жизненного пути, даже таком рискованном, как военной авиации, стала для Данила толчком в стремлении учиться и добиться своей цели. Его отец на собственном опыте знает, что значит защищать родину. Но сейчас главная задача Александра – это воспитание сыновей, будущих офицеров ОВС России. «Это святой долг – защищать родину, быть квалифицированным специалистом своего дела». Данил знает, что профессия военного лётчика требует основательных теоретических знаний и практики. Всё это впереди. И курсант Шумленко готов к любым трудностям, зная, что его обязательно поддержат отец и старший брат. А пока он в первом в его жизни отпуске, после которого подпишет контракт о прохождении военной службы. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Праздник, который объединил всех сторонников здорового и активного образа жизни. В выходные стадион ИКАР превратился в одну сплошную спортивную площадку, на которой соревновались как взрослые, так и дети. В День физкультурника все желающие могли поучаствовать в турнирах по футболу, волейболу, стритболу, сдать нормативы комплекса ГТО, а также попробовать себя в экстремальных видах спорта. В День физкультурника на стадионе ИКАР собрались люди разного возраста и профессий. Одни сразу стали в строе и приготовились к соревнованиям, другие просто пришли поддержать своих друзей и коллег. Праздник начался с награждения призеров летней Атомиады 2018 и вручения значков ГТО тем, кто уже выполнил нормативы. В нем приходят люди, которые преодолевают себя, люди, которые бегут в жизни и достигают больших высот. Громкая музыка стала ориентиром для тех, кто хотел попасть на площадку скиллс-пати. Мальчишки разного возраста показывали трюки на велосипедах и самокатах. Скорость и высота – вот две составляющие этого зрелищного спорта. Это скиллс, это не соревнования. Для старого, возможно, это новая, вообще это стандартная тема, это называется контест. Контест – это такая форма мероприятия, где люди просто приезжают и показывают свое умение. Ребята показывали свое умение владеть двухколесным транспортом не только на земле, но и в воздухе. Участники виртуозно разворачивались во время трюков и эффектно завершали свое выступление. Рядом организовали танцевальную площадку любителей брейк-данса, где любой желающий мог продемонстрировать умение владеть своим телом под ритмом музыки. По словам организаторов, танцевальные студии испытывают сейчас некоторые трудности, и выступление в рамках праздника – это возможность показать свой потенциал. Хочется привлечь к ним внимание, чтобы город обратил на этот сегмент внимание и вернул пацанам репутационную базу. Почти половину территории стадиона заняли военнослужащие. Акция «Зарядись энергии с Росгвардии» совпала с Днем физкультурника. И более 400 сотрудников ведомства вместе с родственниками приняли участие в состязаниях по различным видам спорта. В целом, всероссийская акция, во всех регионах, во всех округах проходят соревнования, массовые мероприятия. Военнослужащие Саровской дивизии участвовали в соревнованиях как в личном, так и в командном первенствах по армрестлингу, перетягиванию канатов, футболу, волейболу, гиревому спорту. Каждая воинская часть сформировали сборные в каждом виде, и они соревнуются между собой. Попробовать свои силы в спорте могли даже самые маленькие гости праздника. Площадка для семейной эстафеты работала в режиме нон-стоп. Главная цель – весело и дружно пройти все этапы эстафеты. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Четыре команды, три дня игр и только один победитель. В Саров вновь съехались юные спортсмены с разных уголков нашей страны, чтобы доказать, что они лучше и проверить, насколько готовы к предстоящему хоккейному сезону. В Ледовом дворце прошел турнир памяти именитого саровского тренера, заслуженного мастера спорта и физической культуры России Евгения Куницына. Неуёмная работоспособность, стойкость духа, воля к победе – эти качества необходимы каждому спортсмену, чтобы достичь настоящего успеха. Именно эти черты характера воспитывал в своих учениках заслуженный тренер Евгений Куницын. Его имя известно не только нашему городу, но и всей стране. В Сарове уже девятый год подряд в его честь проводят турниры, на которые съезжаются опытные спортсмены и тренеры, а также начинающие хоккеисты со всей России. Это один из первых тренеров, который приехал сюда. Он наш земляк и работал здесь. Память о этом заслуженном человеке, который воспитал очень много таких ярких хоккеистов. Ну, не только хоккеистов, уже некоторые уже дедушки даже, можно сказать, в своих семьях. Поэтому весь город его знал и знает, и помнит о нём. В этом году в рамках турнира на Ледовом поле встретились четыре команды из Подольска, Пензы, Нижнего Новгорода и Сарова. На лёд вышли подростки, но по накалу страстей, по остроте моментов игра не уступала взрослым матчам. За третье место боролись клуб «Ракета» из Сарова и «Дизель» из Пензы. У нас команда младшая на год. То есть в юниорской хоккейной лиге играет команда. Ребята, то есть год рождения 2001-2002, у нас вся команда, ну, кроме трёх человек, 2002 года. Команда новая. Некоторые даже на переста России по юношам не играли. Первый период для обеих команд прошёл на равных. Во втором наши спортсмены уступили со счётом 0-2. В третьем Саровская дружина смогла отыграть одну шайбу, но получила в ответ ещё две. По итогам встречи саровчане уступили хоккейному клубу «Дизель» со счётом 1-4. Обе команды были как бы в хорошем настрое боевом. Обе боролись. Просто кому-то больше повезло в моментах. Много не разыграли, много не получилось. Мы все новые, считай, мы все первый раз друг друга видим. Ну и вот только-только начинали вкатываться. Мы получили опыт определённый. Ну и в сезоне нам будет, наверное, проще играть. После налёта вышли команды, претендовавшие на звание чемпиона. Клюшки скрестили спортсмены из Нижегородского «Торпедо» и Подольского «Витязя». По итогам турнира первыми стала команда «Витязь», вторыми «Торпедо», третью строчку заняли ребята из города Пенза, а на четвёртом оказалась Саровская дружина. Ирина Вышигородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!